Можно ли отличить самогон, настоянный на вкусовой ароматической добавке, от самогона, настоянного на наборе трав и специй? И как они отличаются от оригинала? Давайте разбираться, а самое главное пробовать! Меня зовут Михаил, у меня есть самогон и, что самое интересное, я подобрал по своему замыслу идентичные вкусоароматические добавки и набор трав и специй, всеми известный Егермейстер. Оригинальная крепость Егермейстера составляет 35 градусов. Я уже подготовил две банки самогона с помощью калькулятора-самогонщика в приложении «Русская дымка». Здесь 35 градусов. Теперь будем действовать согласно инструкциям завода-производителя у вкуса ароматической добавки и наборах трав и специй, чтобы постараться приблизиться к оригинальному напитку Егермейстер. А теперь переходим к практике. Для начала попробуем сделать самогон, настойный на наборе трав и специй. По рекомендации завода-производителя, один такой пакетик на 1 литр самогона. Плюс сахарный сироп. 125 мл воды и 125 г сахара. Заранее я подготовил данный сироп. Давайте смешивать. Ну что ж, по запаху это очень отдаленно напоминает оригинальный Егермейстер. Дело в том, что данной настойке требуется время. По рекомендациям завода-производителя от 2 недель до 3 месяцев. Поэтому придется подождать. Любопытно, что на упаковке завода-производителя сказано, что данную настойку надо запивать темным плотным пивом. Надо обязательно не забыть такое пиво. Так, теперь перейдем к эссенции Alcastar. Значит, на данном тюбике написано, что 30 мл, а именно столько, емкость данного флакона, хватит на 10 литров самогона. Так как у нас здесь всего лишь литр, путем простых подсчетов понимаем, что на 1 литр эссенции нам понадобится всего лишь 3 мл. Давайте приступать. Чтобы отобрать 3 мл, придется немножко извернуться. Сейчас я налью в мерный цилиндр 13 мл, солью из него 3, у меня останется 10, соответственно в банке будет как раз необходимое нам 3 мл. Очень такой знакомый запах перутусина. Что это? Детское лекарство. Да? Да. Глаз-алмаз, ровно 10. Одно из преимуществ, а может быть и отличий вадов от наборов трав и специй, это скорость приготовления готового продукта. С помощью вадов вам не придется ждать 2 недели, а то и больше. Готовность занимает всего лишь несколько минут. Плюсом к тому еще является возможность настраивать готовый продукт. То есть если вкус для вас недостаточно насыщенный, вы можете еще добавить эссенции и настроить под себя. По запаху уже ближе к оригинальному напитку. Я решил чуть-чуть попробовать. Напоминает отдаленно гигермейстер. Но я бы добавил еще сюда немножко эссенции. Я добавлю еще 5 мг. Вот и цвет стал уже приятнее. Сейчас понухаем. И запах ближе. Плотность конечно не та, но по вкусу очень похоже на настоящий напиток. И четко выражено, что плотность у данного напитка гораздо меньше. По одной из версий рецепт оригинального гигермейстера держится в строжайшем секрете. Он включает более 56 различных трав и специй и какой-то секретный ингредиент, который дает ту плотность, которая есть у оригинального напитка. Наверное 8 из 10 человек эссенциям предпочтут набор трав и специй. Но оно и не удивительно, потому что в пакетике видны травки, ягодки, орешки. А эссенция имеет менее презентабельный вид. Хотя по сути она является тем же самым. То есть эссенция это вытяжка из этих же трав, ягодок, из орешков. То есть это та же самая трава, только законсервированная. Но несмотря на все это остаются люди, которые негативно сказываются о вкусоароматических добавках. Хотя сами в то же время употребляют в пищу колбасу, которая неизвестно на чем выращена и какие тайны в себе хранит. Какая-то политика двойных стандартов. И вообще стоит отдавать себе отчет, что это все-таки алкоголь. Хоть и свой, домашний и родной, но все-таки от него здоровее не станешь. Ну да ладно, о вкусах и цветах не спорят, а дегустируют. Ну что ж друзья, для нас прошло 2 недели, для вас всего лишь несколько секунд. У нас получились наши настойки на ваде и на наборе трав и специй. Значит для чистоты эксперимента мы взяли оригинальный егермайстер в магазине. Значит он находится в этой бутылке. В этой бутылке у нас настойка на наборе трав и специй, а в этой на вадах. Значит в рюмке мы разлили для дегустации. Как я и обещал, мы взяли темное пиво. А здесь классическая закуска для егермейстера, это апельсин с корицей. Че? Ничего, Крис. Вкусно? Невкусно? Вкусно? Попробуйте, может или апельсинкой закусить, или пиво купить. Пиво? Я не буду закусывать. Вкусно, интересно. Вкусно, интересно. Достаточно, да. Насыщенный? Да, и присутствует тут знакомое чувство, когда он мягонько очень подает. Протекает, да? На разе. По температуре как? Достаточно холодная. Да, холодная рюмочка. Ну, другой, по-моему. Но это да, не то. Треть еще раз пробуем. Вариант. Слушай, какая вкусная апельсинка. Ну, это точно не было. Фишка в чем? На самом деле, вот как по мне, все эти три варианта, они имеют место быть, потому что они все разные. Они вкусные. Но, похоже ли они на егерь? Это другие напитки, они классные на самом деле, но они другие. Тогда вопрос еще, ребят. Что добавить в каждый из напитков, по вашему мнению? Ну, по мне, вот, по-моему, вот в этом втором варианте, который чуть-чуть светлее получается. Днем, наверное, не хватает как раз-таки мягкости в оригинале. Он грубоватый, да? Да, он грубоватый, но он вкусный. По вкусовым качествам я вот расположил первое место, второе и третье. А по плотности напитка ведь? Вот, самый плотный. Самый плотный. А по второй по плотности? Ну, соответственно, второй. Вот этот. И третий, он такой более жиденький, меньше вкус. Где оригинальный? Где оригинальный, да. Ну, по-моему, это вот. Ну, по-моему, склонен вот к этому варианту. Тоже, да? Конечно. Так, еще же надо отгадать, где на настойках трав и специи, а где на вадах сделаны. Как вы думаете? По-моему, второй вариант – это травы и специи. Потому что, ну, по-моему, чувствуются именно вот этот вкусовые качества такие. Травинистые? Да, да, да. А третий? Вадный, наверное. Рома, ты что, думаешь? Блин, я... Ну, вот этот на травах. Это на вадах. Так, ну, на самом деле, ребят, с оригинальным вы угадали, а Матвей угадал с настойкой. На настойках, она более темная получилась и более плотная. А на вадах, вот, самое прозрачное. Как вы думаете? Вот на вадах. Да, вот это на вадах. Как вы думаете, если бы больше мы добавили концентраты вадов, вкус улучшился бы или нет? Надо пробовать. Надо просто попробовать, посмотреть на результат. Как так говорить? Еще вопрос. Имеет право на существование каждое из напитков? Да, на третье надо работать. Почему бы и нет, да, на самом деле? На самом деле, они правда, они вкусные достаточно. Просто они очень разные. Пью вкусное. Проградаться дать. Самое светлое? Давай вот так же будем. Давай. Слабо проспиртованный доктор Мум. Да, есть какой-то аптечный. Привкус лекарства? Да, привкус лекарства. Ну, на вкус пока непонятно. Может быть, мне кажется, но вкуса трав каких-то не чувствуется, что странно. Закусываете апельсинкой или пивом запиваете? Типа, чтобы сполоснуть. Чтоб наебиниться. Для чего мы сюда и пришли работать? Ну, а тут уже травы чувствуются. Согласен. Какой сладкий апельсин с корицей, да. Ни разу не по-моему с корицей, кстати. Более, во-первых, более насыщенный цвет. Более яркий, выраженный вкус трав. Возможно, какие-то специи. Вот если сейчас еще попробовать третью, наверное, будет... Да, еще это попробую, я не понимаю. Наш человек. Ой, что-то опять не понимаю. Ну, на самом деле, я не очень понимаю, что это похоже на егерь. Тут как будто бы есть травы, но они будто бы не такие, как, допустим, в первом. Там трав прессы вообще не чувствовалось. Ну, что, попробуем в третий. Давай попробуем в третий. Тут прям самый темный. Такое ощущение, что он уже разбавлен с колой. Помним, сначала не угадываем. Как по вкусу? Это егерь. Это натуральный. Ну. Это вот какой он и есть. Вкус, как и всегда. Ни с чем не перепутаешь. Лучше всего, самое лучшее, что в нем есть, это вкус. Ну, вот тут, кстати, запах спирта наиболее ощутим, если сравнивать с тремя. Здесь наименее выражены. Здесь чуть-чуть вот прям чувствуюсь. Вот здесь вообще не кажется, что егерь прямо, то есть настоящий егерь здесь. Ну, давай еще раз попробуем. А по плотности напитков как? Плотный мне вот как раз показался вот этот. Этот достаточно плотный. Потом по плотности, скорее всего, вот этот идет. Ну, прям видно, что это просто как мотивоик, но настоянный. Ну, последние два у них вкус такой более насыщенный. То есть они друг от друга, конечно, отличаются, но по сравнению с первыми разница заметна. Как вы думаете, что не имеет права на существование из этих напитков? Ну, что бы вы точно пить не стали, никогда? Нет, если прям выбирать, ну, в принципе, это все достаточно питейно и наносить сравнивать. Наверное, на первом месте вот для меня будет вот это, потом вот так, потом вот так. То есть первое, второе, третье. Если просто начинать сидеть, можно начать посидеть и отдохнуть с этого. Потом уже и второй напиток будет, в принципе, не особо отличаться от первого. А третье, это уже, ну, грубо говоря, то, что осталось на столе. Понятно. В принципе, заходит тоже неплохо, но вкус немного отличается. И запах какой-то слабо выраженный. На мой взгляд, я думаю, что это настоящий. Наборы трав и специй? Это наборы трав и специй. Это вады. Нет, вот это вады, а это набор трав и специй. Мнение разделить, да. Николай не попал ни в одну. Вообще никуда, да? Вообще никуда. Нет, в вады он попал. Вады попал? Вады что у тебя? Вот это вады. А, вады. Это вот, это, типа, значит, набор трав и специй, это настоящий, да? Более темный. Темный, самый, это настоящий гермастер. Чуть менее темный, это на наборе трав и специй, и самый светлый, это на вадах. Значит, как закуска апельсином? Супер. Да. Супер. А как запивать темным пивом? Вкус непривычный, честно скажу. До этого так не пробовал, но такой... Давай еще раз попробуем, да? Терпкая, после вкуса. Попробуйте еще раз. На самом деле, неплохое сочетание, темное пиво прям потом, достаточно крепкий алкогольный напиток запивает темным пивом, практически убивает, как по мне, конечно, темное пиво убивает вкус егеря, но потом со временем раскрывает какой-то все равно... После вкуса в рту остается после темного пива, ты гермастера, и ощущение достаточно приятное. Конечно, в сочетании с апельсинкой будет выглядеть достаточно странно, поэтому нужно выбирать что-то одно. Согласен. Ребята, как вы думаете, имеет право на существование каждый напиток, и как вообще быть покупателю? Что выбрать? Настоящий, настоянный или навадок? Ну, во-первых, выбор всегда лежит на кошельке нашего покупателя. Я считаю, что надо вообще попробовать все три, и потом каждому человеку решить, что достойно, что недостойно. Дело вкуса, лучше взять три варианта, попробовать, посмотреть, можно также с пивом, с апельсинкой, прочувствовать этот вкус, и уже сделать какой-то для себя выбор, но уже на следующий день желательно. Хорошо, давай отчетнемся. С Богом. Надеюсь, там реален алкоголь. Без разницы, чем запусывает. Как? Вы можете и так попробовать, и так попробовать. Я и так, и так попробую. Ну, конечно. Пахнет невкусно. Надо, наверное, спросить, как вы вообще к егермейстеру относитесь? Невкусно. Вот это невкусно. Очень сладко. Сладко. Лена? Нет, это точно не егермейстер. Мне понравилось, мягко, пиктусином чуть-чуть, мне кажется, пахнет. Что такое пиктусин? Это лекарство для детей. Да. Да? А мы одной тоже с тобой пробовали? Да, да, да. Мне это понравилось? Попробуйте закусить или запить. Так ладно, надо выпить, значит, туда. До дна? Нет. Попробуйте пивко. Лен, как тебе пиво после пива? О, пиво бомба вообще, Андрей молодец. Нет, мне сочетание не понравилось. Нет, я больше не хочу это пить. Прости, Лен, пей ты тогда. Сочетание с этим круче, да? Да. Попробуем. Давай еще раз челкнемся и до дна. Ты выпьешь, я попробую. Раз, два, три. Следующая? Можно следующая. Любую? Любую. Какую хочешь? Апельсинку мыли? Да. Молодцы. Ну, я, Игорь, месяц, кстати, пила, когда-то на Кипре. Должна угадать. А как по запаху? Вот этот запах, он слаще, мне кажется. Корицей пахнет. Корица, может, после апельсина тебе отдает? Да. Что еще там есть, пиктусин? Нет. Ну, это по запаху, а по вкусу? По вкусу сейчас попробую. Давай. Давай. За здоровье. О, вот это вот больше похоже на гермейстер. Это чернослив пахнет, мне кажется, черносливом. Вообще, я не понимаю, алкоголь или алкоголь. Ну, вот это можно запивать вот этим. Да? Угу. Я хотела пиво, Андрей, попробовать еще раз. А с этим я даже, наверное, пробовать не буду. Мне не понравилось. Не понравилось. А как по вкусу? Чернослив. Черносливом отдай. Чтобы спасаться согласно с тобой, да. Тут круче с сочетанием. Здесь слишком сладко. Здесь вот мне, наоборот, больше понравилось. Как-то все сдержанно и гармонично, мне кажется. А мне, наоборот. А по крепости как? Мне кажется, это крепче. Настя? Надо попробовать еще. Что вы удивляетесь, кого позвали? Да не знаю, одинаково, мне кажется. Давайте третий вариант пробуем. Ну, честно, уже плохо сейчас от этих яблоком пахнет. Почему? У ВИС-9 одинаковый должен быть запах примерно. Плюс-минус. Плюс-минус примерно одинаковый. Нет, совершенно разный. Должен быть. Здесь приятно, да. Он такой яблочный. Угу. Вот оно. Пробуйте. С Богом. Бу-у-у. Крепко? Запей, запей. Это самое крепкое. Он просто ядреный какой-то. Может, крепость одна, но он горло дерет ужасно. То есть другие более мягкие? Да. Вот по моему рейтингу. Рейтинг от Насти. Топчик вот этот. Этот на таком расстоянии от этого. И вот это вообще я бы убрала. Но, наверное, скорее всего, не будем угадывать. У меня на первом месте это. На втором это. И на третьем это. Но эти бы я даже вообще пить не стала. Оба. Ну да, вот как раз следующий вопрос. Имеют ли все напитки право на существование, как по вашему мнению? Да. Они реально разные. Но какой-то не понравился вообще, и ты бы такой пить не стала. Ну, потому что мы девушки. Это слишком такой прям с брачинкой. Терпкий. Не очень. И, кстати, сочетание с каждым. То есть к какому-то варианту пива лучше подходит, к какому-то варианту лучше подходит и гельсинка. Ну что, давайте теперь попробуем угадать, где оригинальный, где на настойках трав и специй, и где на вадах. Это настойка с трав и специй. Так, оригинальный. Оригинальный. Это на вадах. И где-нибудь надевали. Да. Или такой же, кажется, с трав. Это было в такой молодости далекой. Это доказывает то, что я не разбираюсь в алкоголе и крайне редко пью. Хватит всем думать, что я бухаю каждый день. Скажите, а с чем понравился больше апельсин, с каким напитком, а с каким больше понравился пиво? С этим апельсин, с этим пиво. С темненьким пивом. С этим, мне кажется, надо что-нибудь такое прям съесть. Я больше сок с этим, наверное, нужно просто разобрать. Или водой запить. Святой. Ну, очень действительно интересно, что с чем-то сочетается как будто пиво в качестве запивона, а с каким-то вариантом больше сочетается апельсинка. Ну, и как, Лена, тебе пиво? Пиво вкусное. Пиво вообще бомба. А скажи так, как будто здесь нет Андрея. Нет, на самом деле, для любителей темных сортов вообще классно. Да, начинать можно с любого, никто не ограничивает. Мне здесь нравится цвет, поэтому этот решил взять первый. Цвет темный. Очень темный, насыщенный, да, по сравнению с другими. Цвет? А на вкус? Пиктученько. Очень вкусный, но мне кажется, что он должен быть чуть слаще. В чем вот этот? Давайте еще попробуем. Попробуйте закусить или запить пивом. Пивом. Опасно, опасно. Да, следующий попробуем. Попробуйте следующий. Леха, как тебе первый? По вкусу. Здесь аромат более насыщенный. Какой? Жирноватый. Жирноватый. Да. Такой густоватый. Густоватый, да. Если даже брать просто, смотреть на стенки, то видно. Этот более такой жидковатенький уже. Этот густой. Даже остается на рюмке, видно следы. Маслянистые. 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 Наоборот, насыщенный. Тут более травами. Если этот более такой с привкусом лекарственным, то этот более такой травянистый. Ну вот оригинальный трейгермейстер, это же 56 трав и специй. Да. Пробуйте апельсинкой запустить. Говорят, вкусно. На вкус он более сладковатый. Женя, тебе вкусно? Он послаще и насыщенный мне вкус. Мне больше понравился. Как с апельсинкой в сочетании? Вкусно. Еще больше кладки. Настя быстрого рода просила. Да, давайте третий попробуем. Необычно. Пробуйте третий. Самогоном отдает. А первые два не отдает? Тут травы не так ощущаются. Вкусненько? Ой, крепко очень. Нет, не вкусненько. Крепко или терпко? Терпко. Ну, не крепко, а терпко. Ну, то есть, тяжело. Тяжело идет, как самогон такой крепкий пиво. И пивно. Как вообще запивать пиво? Необычно. 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 Ну, и такой... После вкуса получают сочетание этого. Все вместе с пивом, такой послевкусие интересное. То есть, пиво само по себе темно горчит, но этой горечи не чувствуется от пива. А привкус хмельный, он никуда не делся. То есть, вроде как бы и пивом запиваешь, и получается, что как и не пивом. То есть, если правильно как-то выразиться-то, понимаешь, что ты запиваешь пивом. А послевкусие этого пивного только вот именно хмель отдается. Но горечи это и нет. Не чувствуется. С апельсинкой вкуснее? С апельсинкой вкуснее, да. Вот мне такие сладкие напитки, как раз чем-то таким сладеньким хочется. Скажите, каждый напиток имеет право на существование? Да. Наверное, на каждый найдется любитель. Но вот крепкие, кто любит напитки, вот, пожалуйста, наверное, третий. Да, пьется тяжеловато особенно. Давайте теперь попробуем угадать, где настоящий, Игер Мейстер, где настоянный на наборе трав и специй, и где на вадах. Пробуем? Угадываем. Угадываем. Мне кажется. Я рассчитываю, что вот это вот магазинский. Оригинал. Это настойка трав и специй, а это вад. Женя, ты как думаешь? Я также считаю, что это вад. Но у меня вот здесь вот сомнения. Скорее всего, вот этот вот магазинский, а этот настойный на травах и специях. Хотя я могу ошибиться, конечно, да. Вряд ли на травах можно такой цвет получить. Ты права, ты немножко ошиблась. Лёха правильно сказал. Ну, мне почему-то больше вот этот понравился, поэтому я так его и выбрала. Ради этого же и делается, что каждому своё, и каждый выбирает для себя то, что ему нравится больше. То есть ты бы предпочла, Жень, магазинскому настойный на самостоятельном наборе трав и специй. Да. Ну, если на то пошло, как бы я тоже самостоятельно его сделал, потому что, ну, здесь всё равно, нисколько там натуральных трав много, всё равно химоза там присутствует. А здесь хотя бы ты конкретно, ну, ты читаешь, что ты там делаешь. Состав. Что туда добавить до оригинала, чтобы он был ближе по вкусу к оригиналу? И стоит ли это делать вообще? Ну, мне показалось, что по вкусу тут всего достаточно. Вот тот, который мне понравился. Наверное, вот не хватило ему цвета до оригинала, чтобы он в напитках как-то более выигрышно смотрелся. Ну, я в принципе соглашусь. Из этих трёх я выбираю настойные на травах и специях. Второе место? Второе место – магазинный вариант. И третий на вадах. Лёха, ты как? Я немножко не соглашусь. То есть первое место, как она выбрала, я соглашусь с Женей. А вот второе место, я всё-таки припочту вот этому. Потому что всё-таки здесь, как ни к грудину, здесь не магазинный спирт, непонятно из чего он сделан. А здесь хотя бы понятно из чего спирт сделал. В отличие от вады, конечно. Ну, а это магазинный вариант. Но это… Если, да, сюда больше концентрацию добавить, в принципе, он допустим, он будет. Но тогда его в таком случае надо будет делать немножко послабже по крепости, и он будет в принципе не сильно отличаться от настойки, трав и специй. Ну, да, настойка забрала всё равно там. Да, настойка всё равно забрала, а тут получится как бы… Выровняешь ты примерно верно. А это, ну, он только цветом выигрывает. Всё. Более насыщенный тёмный цвет, как должно быть, но натуральности он не заменяет. Мне кажется, чем более плотнее напиток, тем тяжелее он пьётся. И для длительного застолья, наверное, он не подойдёт. Очень тяжело. Да, то есть его чем-то постоянно нужно запивать или разбавлять как-то. то есть он не очень нам понравился, да. Спасибо. А что, ребята, отгадали, нет? Не все. Не все? А вот за этот вариант, да, мы гадали? За этот вариант, да, больше всего. Да, к набору, потому что трав и специй он хорошо. Ну, я видела, что, да, он в оригинале такой очень тёмный. А что мы сейчас допиваем? Просто всё. Можно, конечно, можно допивать. Это же последний раз в порте. А что-то и не на вадах ты пьёшь тогда. Раз тебе тоже понравится. Нет, на вадах его сюда надо добавить, вада, но послабже его сделать, и тогда он получится почти как вот это. А если он вадами будет отбивать? Нет, он градус там нормально сыграет. Ну что ж, как вы видите, большинство наших дегустаторов выбрали настойку на наборах трав и специй. Я считаю, что это правильно, потому что в этом случае мы использовали свой настоящий натуральный домашний самогон, который сделали сами. Использовали натуральную добавку, набор трав и специй, в составе которой лишь натуральные ягоды и специи, и травы. Поэтому этот напиток, он является самым, как это сказать, самым честным, на мой взгляд. Потому что тот, кто его делает, знает, из чего он сделан, и что туда добавляет. Что касается натурального ягермейстера, то этот напиток, конечно же, имеет место быть и нравится многим за его вкус неповторимый, за его плотность, ну, либо по каким-то еще причинам. Вады тоже имеют место быть, но, как показал опыт наших дегустаторов, он все-таки подходит больше мужчинам из-за этой терпкости и большей спиртуозности. Для девушек все-таки этот напиток подходит в меньшей степени. Хотя, если добавить больше вадов и попробовать еще раз, то, может быть, результат будет другой. В этом выпуске мы дегустировали ягермейстер. В следующем выпуске мы будем делать и дегустировать бихеровку. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, цените натуральное. И всем пока!